Ребят, всем привет! С вами Максим Шубин, канал Это Реально Интересно, и сегодня мы поговорим про iPhone 11, при всем при этом, не имея его в руках, мы поговорим про цену, про спецификации, небольшой такой обзорчик будет, технические характеристики, конечно же, коснемся камеры, и все это довольно в таком небольшом ролике. Надеюсь, вам будет интересно, пожалуйста, поставьте лайк, друзьям расскажите, колокольчик нажмите. Собственно, поехали! Гоу-гоу-гоу, не забывайте подписываться на мой канал, погнали! Итак, друзья, презентация Apple состоялась 10 сентября 2019 года, где, собственно, был и презентован новый долгожданный 11-й iPhone. Некоторые стримы, а именно, так сказать, русскоязычные стримы, я заходил на них и охреневал от количества зрителей, потому что их смотрело даже некоторые больше 100 тысяч. Черт возьми, больше 100 тысяч, ребята! Подписывайтесь на мой также стримерский канал, там я, конечно, в основном игры стримлю, но, тем не менее, про технологии тоже люблю поговорить. Итак, друзья, в iPhone новая камера! Прямо реально новая камера! Она и выглядит по-другому, то есть и дизайн другой, и, конечно же, функционал тоже, я думаю, будет отличаться. Но все-таки хотелось бы это пробовать на реальном iPhone, так что, ребята, кто, может быть, представляет какие-нибудь техномагазины и может как-то со мной поделиться iPhone хотя бы только на обзорчик, буду вам премного благодарен, пишите мне на почту, есть она в описании. Давайте просто зачитаю, чтобы не было как-то голословно или просто какими-то ужасными словами. Совершенно новая система трех камер, работа без подзарядки до пяти часов дольше и потрясающий процессор, который открывает для iPhone большие новые перспективы. На самом деле, вот эти вот три камеры на iPhone выглядят как-то немножечко странновато, если честно, потому что раньше была такая полосочка камеры, сейчас прям такой блок, целый блок камер, и это немножечко даже как-то страшно. Ну, конечно, сейчас все делается в перспективу на классные крутые камеры, на другие вещи немножечко все-таки забивает, порой даже сам Apple с своими какими-то порой революционными в свое время дизайнами, там, какой-нибудь 2010 год, 2011 год, да, вот эти годы берем. А сейчас как-то странновато это выглядит, не знаю, насколько это понравится массовому, так сказать, зрителю, покупателю. Но для меня сейчас это пока выглядит странновато, особенно на фотках и как-то вот, ну, что-то не то, ни рыба, ни мясо, я бы сказал. Итак, друзья, в общем, тут сразу несколько iPhone'ов, iPhone 11 Pro, iPhone 11 mini есть, также в продаже он появится с 20 сентября. Вот как это все выглядит, я, конечно же, некоторые кадры у кого-то, наверное, возьму, но ссылки, если что, оставлю в описании на оригинальные ролики. Также, конечно же, посмотрим, вот какие-то, так сказать, из открытых источников материалы по iPhone 11. Революционная система трех камер, как заявляет Apple, гораздо больше возможностей, неизменная простота в использовании, беспрецедентное увеличение ресурса, аккумуляторы, потрясающий процессор с расширенной, невероятной поддержкой технологии машинного обучения, которая открывает для iPhone большие, новые перспективы. Представляем, iPhone 11 Pro, невероятное что-то, он достоин своего имени, предзаказ доступен с 18 сентября, сегодня, ну, вот я снимаю ролик 11 сентября, пока я не могу предзаказать, но, собственно говоря, интеллектуга на это нет, ребята. Сами, собственно, можете посмотреть показатели моего канала, и вы поймете, о чем я говорю. И вот как, собственно, выглядит iPhone, как выглядят его камеры. Выглядит реально странно, как будто бы это даже не iPhone новый, это какой-то камерафон, который, ну, видимо, какой-то китайский камерафон, который прям хорошо, достаточно хорошо копирует Apple, только вот единственное, камеры как-то вот не в стиле Apple, ребят. На новом iPhone камеры не в стиле Apple, они прям выглядят просто каким-то отдельным блоком, как будто бы это реально просто что-то отдельное. Вот как бы есть iPhone, и есть вот как бы отдельный блок камер. Должно быть это, не знаю, охренительно круто Потому что в плане просто какого-то визуального составляющего Просто дизайна выглядит не очень То есть этим, по всей видимости, не пожертвовали Хотя, ребята, напишите в комментариях свое мнение Как вам вот задняя часть, так сказать, нового айфона Мне будет очень интересно узнать ваше мнение Поэтому, пожалуйста, напишите его Нам говорят, посмотрите поближе, молотие камеры Два размера, четыре цвета, корпус из стекла и нержавеющей стали, между прочим Ну, давайте посмотрим, собственно, фоточки нового айфона Так сказать, галерею Что нам здесь представляют Ну, как бы уже вот вторая фотка прям поинтереснее смотрится А вот и сравнение, так сказать, большого айфона, айфона про и айфона мини Конечно, разница на самом деле существенная Ну, то есть прям, вот у меня достаточно большая рука Потому что я сам, в принципе, достаточно большой человек 190 рост, как бы И мне, наверное, больше подходит, так сказать, большая модель Хотя, опять же, в руках я еще это не держал Но для какой-нибудь девушки, которая, может быть, там, метр шестьдесят с кепкой Ну, как бы моя рука и ее рука, наверное, будет в полтора раза меньше И такую дуру держать только двумя руками Вот так нужно держать, как планшет, знаете, который держали Раньше были, там, шестидюймовые, семидюймовые планшеты Сейчас уже смартфоны такие Черт возьми, куда катится мир, пора сходить с него, да? А вот, друзья, и четыре цвета На самом деле, вот это вот, это вот прям радует мой глаз Это вот прям классно выглядит, особенно вот боковые такие вот ходочки Ну, конечно, сильно, сильно, опять же, выделяется камера То есть, например, отделим таким, отделим сегментом Просто отделим сегментом выходит Apple заявляет, что это система первая в мире Именно система трех камер, в которой новейшие технологии Реализованы с традиционными для iPhone Просто той элегантностью Врут элегантности здесь и не пахнет Максимальная область изображения теперь в четыре раза больше Красивый снимок можно получить практически в темноте Качество видео превосходит все ожидания Редактировать его можно теми же инструментами, которые вы пользуетесь для обработки фото Теперь вы будете снимать как профессионал Профессионал Ну, не знаю, ребятки, не знаю Учитывая, что новый iPhone Теперь мы давайте плавненько перейдем к сумме Сколько он стоит Вообще, конечно, если посмотреть презентацию То цены там, ну, более-менее такие Сугубо демократичные даже, я бы сказал Учитывая реалии тенденции цен на смартфоны Ну, примерно 1000 долларов, 1100 долларов То есть, ну, да, там, может быть, тысяч Примерно 1070-75 Ну, да, дорого Но все-таки как-то более или менее Но давайте посмотрим, сколько на официальном сайте Apple Стоит iPhone для России А вот, друзья мои, и цена за новый iPhone Pro В максимальной спецификации, конечно же Включая НДС и предписанные законодательством сбора В размере около 22632 рубликов Ну, хорошо, хоть рублей, ребят 131 990 рублей Для кого-то, конечно, это... Это не деньги, это копейки Я в ресторане больше оставляю ночевые Но не для меня, потому что я сколько в год, наверное, даже не зарабатываю Как бы, поэтому это... Это много! Это много! Но, опять же, конечно, это надо понимать Что рассчитано, наверное, не на сегмент, как меня Человека, который дошикой порой питается Ну, пытается еще гречкой и дошикой как-то вот это чередовать В целом, iPhone, в принципе, вот в этом цвете Темно-зеленый выглядит, как мне кажется, неплохо Единственное, конечно, здесь вот прям целый блок камер Я еще раз, наверное, много раз повторю Это как-то вот, ну, не слитно, что ли Не монолитно смотрится Реально, как будто бы Налепили так Оп! Налепили на корпус вот эту целую систему камер Это... Ну, не знаю, ребят Мне не нравится Пока мне не нравится Вот дайте мне вот это уже в руках подержать Может быть, я как-то по-другому это посмотрю Конечно же, хотелось бы еще и самому лично провести тест этих камер Как и что это из себя представляет уже в деле Может быть, при тряске То есть, какая стабилизация Это все достаточно интересно В плане фоточек, в плане видео Это все безумно интересно для меня Также есть золотой цвет Серебристый цвет И серый космос Мне вот темно-зеленый Что-то в этом есть, в темно-зеленом цвете Не знаю, что Может быть, желание, чтобы Это продлилось То есть, хочется больше зеленых красок И не красных А в оранжевых Белых С площадником Темно-белых Учитывая, что Всякие выбросы и так далее Вот серебристый смотрится как-то Как-то дешево даже Как-то дешево, не знаю Золотой смотрится Пошло Золотой прям смотрится Откровенно пошло Прям пошла И причем это не золотой цвет Это больше, наверное, что такое Розово-золотой какой-то Как будто бы шампанским Налили на розу На, не знаю На какой-то кусок золота Что-ли С камерами Серьезно Также, конечно, есть и другие Спецификации Допустим На 256 гигов За 113 990 рублей Есть также И для бичей Совершенно Для бомжей В которых, как бы, вообще Нет бабла Но, тем не менее Надо все равно Выложить 100 тысяч рублей 100 тысяч рублей За самую Бюджет Бюджетную Бюджетную версию Айфона Самую бюджетную Такой хрен бюджетную Блин Сто Сто кусков За коробочку С камерами Нет, конечно Я все утрирую Понятное дело Что Здесь Сами и Эпл Когда-то заявляют Что они продают эмоции Они Продают Эмоции А эмоции Они Они даже не имеют Стоимости Они бесценны Наверное, поэтому Такая сумма Причем, учитывая Всякие НДС И так далее Всякие налоги Все равно Эпл достается Куда меньше Но, если вам интересно Чтобы я сделал ролик Сколько конкретно Достается от каждого Так сказать Айфона Компании Эпл То, почему бы и нет Сделаем такой ролик Пишите в комментариях Если хотите узнать Сколько Эпл зарабатывает На одном айфоне Давайте, ребят Перейдем К самой бюджетной версии Это Айфон 11 Pro Просто Про Без макс Всего лишь От 89990 рублей Для самых Так сказать Бедных Хотя, опять же Это просто На самом деле Уменьшенная версия И Тупо здесь Меньший экран 5.8 дюйма Кстати говоря У меня вот Старенький уже Самсунг Галакси С8+. Если здесь Я не ошибаюсь То здесь Экран 6.2 дюйма И собственно Оцените камеру Причем Здесь это не максимальное Так сказать Разрешение камеры 2к Я снимаю Это А вот Друзья мои И цена На максимальную версию Так сказать Маленькой Маленького Айфончика Ну что ж Друзья Переходим Плавненько К обзору К спецификациям Характеристикам Нового гаджета От Apple Так Друзья Наконец Я все таки Нашел Какие-то Технические Характеристики Этого Аппарата Безумно Дорогого Потому что В основном Здесь Упор На Камеру В основном Упор на камеру Что это Революционно Нереальное Решение Что ты будешь Профессиональным фотографом Если заплатишь Примерно 140 тысяч Рублей И будешь Щелкать Причем там Какая-то система Типа Если ты нажимаешь Один раз На фоточку То делается сразу Девять фотографий Они как-то Друг другом Накладываются Выбирается Типа лучшие Всего этого И типа Прям охренительно Крут То есть Перед нажатием Делается 4 фотки Во время нажатия Одна фотка И после нажатия Еще 4 фотки Все дико быстро делается И вроде прям Должно быть Вау Не знаю Не проверяли Хочется проверить Ну вот друзья Для кого интересно Сверхширокоугольная камера Фокус на расстоянии 13 мм Диафрагма 2.4 Пятилинзовый объектив Угол обзора 120 градусов Это прилично Это прям уже Такой приличный Хотя в принципе По моему на старом Айфоне Что-то подобное и было В 4 раза больше В кадре Матрица 12 мегапиксель Вроде как неплохо Хотя не знаю Мегапиксели Перестали расти Что-то другое растет Опять же Здесь наверное Больше вопрос Профессиональным Фотографом И вообще Тех кто Шарит Прям максимально В этом Следующий объектив Фокус на расстоянии 26 мм Диафрагма 1.8 Шестилинзовый объектив Еще больше линз Не знаю Чем больше линз Наверное круче Оптическая стабилизация Изображения Поддержка фокус Пикселей На всей матрице Новая матрица 12 мегапиксель И еще один объектив Это Теле Фотокамера Фокус на расстоянии 52 мм Диафрагма 2.0 Шестилинзовый объектив Оптическая стабилизация Зум матрица 12 мегапиксель Тоже Угол обзора Еще больше Система камер iPhone 11 Pro Поддерживает Впечатляющий Четырехкратный Оптический зум От максимального Проближения на Телефотокамере До максимального Удаления на Сверширокоугольный Ну вот в принципе Разницу вы можете Сейчас вот Наблюдать Ну Не знаю даже Все таки Опять же Хочется попробовать Вот уже в руках Все подержать Саму Пофоткать Ну что друзья Монобровь в принципе Осталась Осталась у iPhone Ну наверное Это уже какая-то его фишка Хотя многие Повторили За Apple Ну это в принципе Обычная история Для охренительно Крутой компании В плане Смартфон настроения И какие-то другие Компании Которые копируют Успех Это окей Далее Какой-то Странный видос Якобы снятый На iPhone 11 Прошечку Виде 4К Профессиональная Обыдовка кадров iPhone 11 Pro Снимает превосходное Видео Плавное Реалистичное Великолепно Детализированное Мощный потенциал Процессора Позволяет получить Видео 4К С частотой 60 кадров В секунду Кстати уже неплохо Слушайте Это прям приличный уровень То есть Попробуй еще дайди Такую камеру Камон За сумму Меньше 30 тысяч Наверное Да Хотя iPhone стоит 130 Вот примерно Как это выглядит На самом iPhone А13 Bionic Для обработки Данных В реальном Время Дни Аудиозум Для синхронизации Звука С видеодорожкой В 4 раза Больше кадров На сверхширокоугольной Камере Вроде Как все круто Звучит На словах Далее нам Предлагает Приступить К монтажу Но не Этого ролика А ролика Который снят На iPhone 11 Pro В S13 Редактирование Видео Так же легко Как фотографии Поворачивайте Обрезайте Автоматически Улучшайте Свой материал Применяйте фильтры И пользуйтесь Другими Возможностями Обработки Ну слушайте Если эта фотка Сделана на iPhone 11 Pro Неплохо Неплохо Хотя опять же Друзья мои Сейчас большинство Флагманов Снимают не хуже Может быть даже лучше Так что здесь Надо сравнивать Сравнивать С главными Конкурентами Это наверное Samsung Note Какой нибудь Новенький Galaxy 10 Может быть 11 Скоро уже выйдет Весной Так что Что то с этим Нужно сравнивать Вот такие Еще фоточки Еще фоточки Еще фоточки Еще фоточки Блин Почему только Про камеру Здесь Ребят Мне как геймеру Как истинному геймеру Мне интересны Также игровые возможности Процессор Оптимизация Вот эти вот все Штуки Может быть какие-то Дополнительные фичи Вибрации Чтобы чувствовать Лучше Вот это мне интересно Вот это мне прям Очень интересно Хотя все таки Ребят надо понимать Что это не Android И здесь конечно же Все должно по идее Особенно на новом Айфоне идти плавно Но хочется Какой-то новой фишечки Что только Будет доступно Именно на новом Айфоне Чтобы я хотел Его купить Ну то есть там Взять кредит Продать почку Как и так Ну вот говорят Что это типа фоточка Сделана в режиме Так сказать Плохой освещенности На самом деле Не так уж и плохо Не так много шумов И если на самом деле Так то это очень даже Прилично Потому что Редкие мобильные камеры Делают хорошие снимки В условиях плохой освещенности Так что Ну тут как бы Опять же надо проверять Черт возьми А вот достаточно интересная штука Ночной режим выключен И ночной режим включен Это прям выглядит впечатляюще Честно говоря Это прям выглядит впечатляюще Это вот за это Ребят Лайк Просто лайк Прям круто Это круто Если на самом деле Так работает Это я хочу такую Я прям хочу Такую Такой аппарат Ну вот немножечко О портретном режиме Несколько фоточек Так сказать Портретных Smart HDR Выше интеллект Больше красоты Куча-куча фото Куча-куча Фот Как будто бы Знаете Мы покупаем Не смартфон То есть Умный телефон А Просто какую-то камеру С возможностью звонить Ну серьезно Потому что На сайте Вот только прям Про камеру рассказывают Почему только про камеру Ребята Ну елы-палы Нет Конечно Понятно Что наверное Там какие-то Фокус-группы Собираются И там Узнают Что больше интересно Пользователям Потенциальным Пользователям Айфоном Таким вот прям Самым-самым Ярым Но Блин А другим-то людям Так сказать Чтобы расширять Палитру Ваших Новых Пользователей Ну как-то Может быть Что-то другое Типа Может какие-то фишки Новые появились Потому что Только про камеру Черт возьми Я не камеру покупаю Я покупаю Умный телефон Поэтому называться Он смартфон То есть Там много Различных функций Должно быть И то есть Он должен приближаться К крутому компьютеру Может быть Даже круче быть Компьютером Может быть Какие-то там Дополнения Может быть Какие-то новые Функции появились Там 3D-тач Как-то по-другому Более круто Стало работать Как 4D-тач Какой-нибудь Я не знаю Так А вот это Выглядит красиво Правда Особенно Красивая девушка Это прям Выглядит красиво Это красиво Еще Несколько Фактов На 40% Более Светосильный Объектив Телефотокамера На 36% Более яркая Вспышка 2Town С функцией Swords 2 Нулевая задержка Затвора 6 эффектов Освещения В режиме Портрет Два раза больше Помещается в кадр При съемке Панорам Также еще Оптическая Сталлизация Изображения Наконец-то Что-то другое Кроме камеры Я уверен Что вы тоже Долго Это ждали Возможно Даже мотали Видео Это нехорошо Ребята Смотрите Пожалуйста Это видос До конца Ну что же Дисплей Прошечки Супер Retina HDR Большой контраст Со всем остальным Ну то есть Как бы здесь Понятно На кого Эта штука Рассчитана Типа Чуваки Разбираются Неплохо Наверное В камерах Наши потенциальные Покупатели Но нихрена Не разбираются В чем Правильно На том Что они смотрят На дисплеях На собственно Экранах Да Ну что ж Выглядит Конечно Неплохо Я бы даже сказал Впечатляюще Особенно На картинках Да Как это будет На самом деле Не знаю Может быть даже Еще более впечатляюще У дисплея Супер Эдина HDR Два максимальных Уровня яркости Для разного освещения При безоблачной Солнечной погоде Яркость Экран составляет До 800 Горес Это самый яркий И самый четкий Дисплей Не буду даваться Прям такие вот Тонкости Которые Сам не очень Понимаю Буду говорить О том Что понимаю О том Что вижу О том Что чувствую Глядя на новый Айфон 458 пикселей Найдем Это неплохо Хотя Это нифига Не революционно Потому что Что-то подобное Даже круче Было не так давно Так что Ну как-то Здесь нет революции Опять же Если сравнивать С какими-то Андроид устройствами Здесь По-моему Все-таки Даже новые Экраны айфона Несколько проигрывают Опять же Чисто по каким-то Таким Характеристикам Типа Пиксельный дюйм Опять же Надо смотреть И сравнивать Вот в живую Ну вот есть Какой-то Тактильный Отклик При нажатии Найт Шифт Режим Найт шифт Ночное время Сдвигает цвета На дисплее К теплому краю Спектра Делай Пятник для глаз Ну это нормально Ребят 2019 год Нужно как бы Заботиться Пользователям Делать более удобно Учитывая Время суток И так далее Это важно На самом деле Такие функции Они конечно Малозаметны Ну то есть Вот просто Ты вот пользуешься Вроде все классно Удобно Но это все-таки Стоит упомянуть Итак друзья Плавно мы перешли Процессору Айфон Про Вот этого Честно говоря Я очень ждал Такой мощи Мы сами не ждали Они пишут Уникальный процессор A13 Bionic Разработан Для более тесной работы С технологиями Машинного обучения С ним айфон Способен делать Такие вещи Которых Вы не мечтали На самом деле По показателям Скорости Мощи Технологичности Этот процессор Переезжают Другие На многие годы Согласитесь Неплохое преимущество Но это только слова Опять же Здесь Я много раз Повторял Еще раз повторюсь Надо сравнить С другими И вот уже Как бы Чтобы было в руках Опять же Ребят Кто связан С какими-то Технологиями Может быть У вас магазин Или в принципе Вы представляете Какой-то магазин Я буду очень рад Если вы со мной Свяжетесь И мы все-таки Посотрудничаем Хотя просто На обзорчик Реально айфон И может быть Какой-то тест Другого Крутого Топового Андроид смартфона Почему нет Аратитура Fusion 64 бита Самый быстрый Процессор айфон Ну понятное дело Новый айфон Новый процессор Самый быстрый Это в принципе Логично Все классно Самая быстрая графика Айфон Графический процессор Айфон работает До 20% Быстрее используется До 30% Меньше Процентов энергии Это классно Это прям Вот за это лайк Если на самом деле Она так и работает Идеально для игр Со сложной графикой И новейшей технологией Дополненной реальности Это прям Хочется опробовать Ребят Дополненная реальность На айфоне Хочу Попробовать Пожалуйста Дайте мне такую возможность Максимально распространить этот ролик Максимально кидайте лайков И тогда мы сможем Сделать такой ролик На этом канале Различные В общем ускорители Машинного обучения Natural Angel Вот примерно Как выглядит Игра На новом Айфоне Только вот Непонятно Что это за хреновина Вот это вот Справа У айфона Это типа Что это такое Какая-то кнопка Что это Что за странная вещь Это очень непонятно Возможно это в игре Но это очень Как-то не Гармонично Смотрится для игры Согласитесь Крайне важный показатель Емкость аккумулятора Длительность работы Еще хотя бы Часть аккумулятора Вот вам пиать Они говорят Это наше рекордное увлечение Ресурса аккумулятора Это классно Если на самом деле Опять же так Это прям важно Нужно потому что Часто чувствую И вижу что Многие там С пауэрбанками Носятся С розетками Типа Дай подзарядку Есть подзарядка Говорю нет У меня не айфон Черт возьми Да и вообще Я не ношу Свою подзарядку Хотя наверное Уже стоит Потому что Что-то как-то Мы Андроид тоже Стал баловаться Огромной Аппетитом Так сказать До 4 часов Дольше работает Аккумулятор Айфон 11 про До 5 часов Дольше работает Аккумулятор Айфон 11 про Макс То есть Вот пожалуйста Зачем вам нужно Покупать Большую версию На 1 час У вас Аккумулятор будет Больше Работать До 50% Заряда Примерно за 30 минут С функцией Быстрой зарядки Ну что ж Неплохо Неплохо Также сообщает нам Об офигительно Прочном стекле Нового айфона 11 В его стекле Усильна Каждая молекула Самое прочное стекло Айфон С обеих сторон Опять же Зачастую я видел Что многие любители Айфоны Которые люди Просто вот с айфоном Как-то вот жизнь Их туда вот Прибила к айфонам Они часто ходят С раздолбанными Экранами Вот прям часто Бывает Причем вот только Вроде купил Там что-то немножко Куда-то упал На какую-нибудь подушечку С парой сантиметров Менять экраны Или что-то В общем Крайне-крайне Ломкие Вот эти вот Ранешние Так сказать Айфончики Были экраны Задние панели Все надеюсь Вот новый айфон Будет куда более крепким Ну конечно же Также лучше защита от воды Искупали Не страшно Это классно Это классно Опять же надо тестить Вот чтобы в руках Это было И прям хочется залить его Прям там может быть Даже в воде поиграть Почему нет Летсплей из воды Или Летсплей ниже уровня моря Прикольное видео Да? Согласитесь Рейтинг IP68 Защита от воды При погружении На глубину До 4 метров На 30 минут Вполне себе Неплохо Ребят Такой солидный Солидный показатель Защита от пыли Корпус надежно Герметизирован Защита от брызг Например кофе Чай Или минералки Технология Face ID Стала работать На 30% Быстрее Встроена защита Данных Все вот это Прям в новый Айфон Накидали Насовали Хотя опять же Учитывая старый айфон Тоже как бы Ну там тоже много Чего было из этого Согласитесь Также говорят нам Просто в целом Про много других Классных вещей Это Dolby Atmos Вы погружаетесь В трехмерный звук Такой прям Вас окутывает звук По идее Такой эффект Должен достигаться Этой системой Пространственное аудио Имитация объемного звука Создает эффект Присутствия Как в кинотеатре Круто Круто да Совместное прослушивание Теперь к одному устройству Можно подсоединить Две пары Airpods Или наушников Beats Одновременно Быстро зарядка Куда-то Торопитесь С помощью 8-ваттного Адаптера В комплекте Вы можете Зарядить телефон До 50% Всего за 30 минут Неплохо Неплохо Правда неплохо Без пароназарядка Просто положите iPhone 11 Pro На зарядное устройство Стандарта Q Новость скорости Wi-Fi Стандарт Wi-Fi 6 Позволяет Скачивать контент До 38% Быстрее Это прям для меня Лайки Я часто что-то качаю Поэтому для меня Это прям классно До 30 диапазонов В LTE Это прям Мощь Мощь 4G LTE Adventure Для качественного Роуминга По всему миру Это классно Это классно Я думаю Больше даже Это актуально Не совсем для меня Потому что я крайне редко Куда-то выезжаю Для тех людей Которые много путешествуют Многие прилетают по миру Поддержка Двух сим-карт В том числе ЕСИМ Ребята Поддержка Двух сим-карт Это что-то По-моему Вот это прям Революция Вот это Революшн Это прям Революшн Ребята Для iPhone Это прям Революшн Настоящая революция Можно звонить По второй линии Или пользоваться Тарифным планом Для заграничных поездок Друзья Слушайте Когда это появилось Впервые в андроиде Лет 10 15 назад Честно говоря Не могу назвать точно Но это было Крайне давно Но для iPhone Это революшн Вообще Для пользователей Айфонов Которые пользуются Уже лет 10 А то и больше Это прям Супер круто Я думаю Будет И прям Должно зайти Если Вы давно ждали Второй сим-карты Поддержки Второй сим-карты Айфон Ребят Ставьте лайк Напишите комментарий Да Это случилось Кайф Есть две симки Теперь мне не нужен Второй айфон Ни одного Хватит Наверное Также нам предлагают Посмотреть На iPhone 11 Pro В дополненной реальности И откройте страницу В Safari На iPhone или iPad Таких устройств У меня нету Поэтому Собственно Это мы немножечко Опускаем Также нам предлагают Сравнить iPhone 11 Или iPhone 11 Pro Собственно Это мы можем сделать В принципе В отдельном ролике Если вы хотите То ставьте лайки И пишите в комментариях Типа Макс Сравни iPhone 11 Pro То есть новый iPhone С каким-то другим аппаратом Допустим С прошлым iPhone 11 С мини-версией С каким-то флагманами Из Android сегмента Напишите в комментариях Я обязательно это сделаю Так Ну что ж Ребятки Мы плавно подошли К аксессуарам Для iPhone Это на самом деле Отдельный рынок Отдельный бизнес Здесь Причем Огромное количество Прям реально Бывает крутых гаджетов Помимо всяких там Чехлов Которые Я против На самом деле Почему-то чехлов Ни разу на моих Смартфонах Никогда не было чехлов Не знаю почему Мне это просто Как-то не по кайфу Плюс Двухнедельные бабки Зачем дать платить Плюс Он становится Больше Больше Толще Менее Красив Как мне кажется Хотя Бывают конечно Некоторые Прям Ахренительно Красивые Классные И может быть Даже В какой-то степени Прям Лицепутворяющие Тебя Чехлы Это бывает Прям реально Красиво Хотя В любом случае Мне кажется Так сказать Без всяких Прекрас и украс И это Как-то Лучше смотрится Натуральнее Ну что Друзья Пожалуй Мы на этом И закончим Спасибо Что вы посмотрели Этот ролик до конца Если вы хотите Оказаться в новом ролике То напишите Какую-нибудь Интересную шутку Про новый Айфон Тогда вы окажетесь В следующем ролике С вами был Макс Шубин Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на все Мои социальные сети На другие мои каналы Все ссылки в описании С вами был Макс Шубин Всем удачи Всем пока У меня появился Обалденный магазин Мерча и принтов На одежду В магазине уже есть Мой авторский мерч Символика канала Это реально интересно Вот как он выглядит Получилось очень ярко Современно Стильно В магазине большой выбор одежды Это и худи И свитшоты И футболки И майки И лангсливы Пола И даже есть сумки Бомберы Шапки Спортивные костюмы Кружки Дождевики Вы точно сможете там найти себе Принт по душе По сезону По стилю И быть в тренде Доставка по всему миру Отличное качество печати Ссылка в описании Обязательно заходи И закупайся на новый сезон Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok